У нас находятся автомобили грузоподъемности 90 тонн, это катерпиллеры, есть и нерадивые сотрудники, здесь мы с ними ведем работу, они потом справляются, конечно. То есть здесь два направления, одно направление это выделение ценного компонента и второе направление это увеличение производительности. У нас порядка 1200 идей за прошлый год только было по фабрике идей подано. Надо гнаться не за количеством, я считаю, а за качеством идей и чтобы был хороший эффект. Не устраивает, уволился, уехал, в Степногорск уехал, на вахту уехал, в Россию уехал. Правда с такими повестками чаще всего все они разваливаются в какое-то время. А наказывать так, чтобы это запомнилось надолго, мало этого, чтобы это запомнилось жене нарушителя. Домой, когда приходит без зарплаты, вот она его точно там воспитает. Кто работает на фабричном комплексе, ничего не боится. Молодежь намного способная, будем говорить, продвинутая. Я как руководитель считаю, что человек, который пришел на работу, он должен идти таким же в семью. Добрый день, коллеги. Добрый день, те, кто включил ERG Talks. Сегодня мы будем говорить о развитии крупнейшего казахстанского предприятия по добыче и обогащению железных руд. ССГПО – одно из первых предприятий, которое вошло в состав ERG. Чем сегодня живет предприятие, с какими проблемами сталкивается, чем гордятся сотрудники. Обо всем этом мы поговорим с гостями нашего выпуска. Знакомьтесь, это Владимир Николаевич Ащулов, директор промышленного комплекса, в который входит цех рудоподготовки и обогащения руды, а также цех производства окатышей. И Евгений Анатольевич Чернов, директор горнодобычного комплекса, в который входят Соколовский, Сарбайский, Кужин-Кульский карьеры и Алексеевский-Доломитовый горнодобычной цех. Еще раз добрый день, коллеги. И давайте начнем, наверное, с самого главного вопроса. Какие сегодня перед вами стоят задачи? Вообще, надо сказать, что наше предприятие довольно-таки старенькое. Но в горнородной промышленности, в железнодородной промышленности мы, особенно в Казахстане, в общем-то, занимаем ведущие места. А в Высшем Союзе это одно из крупнейших предприятий. Мало этого, одно из стабильно работающих предприятий. Это было раньше, это было вчера, это было и сегодня такая же, в общем-то, стабильная, нормальная работа. В состав промышленного комплекса, если мы об этом говорим, входит, как Вы правильно сказали, дробильно-обогатительная фабрика, фабрика мокрой мобильной спорации, это производство концентрата. Значит, фабрика по производству Акатыши, это основные виды товара, которые мы сегодня отправляем на реализацию потребителя. Здесь же у нас контрабильная фабрика, участок отгрузки готовой продукции, то есть, в общем-то, комплекс большой, энергетический комплекс. Значит, у нас основная задача – это выпуск нашей продукции с качеством, нормальным качеством, соответствующим техническим условиям, и чтобы оно на рынке было конкурентно способным. Значит, вот на сегодняшний день наши потребители – Магнитогорский комбинат, Китай и Испадкармет. Ну, еще ряд мелких потребителей, которых мы снабжаем своим сырьем, претензий и рекламации к нашей продукции, в общем-то, нет. Поэтому я считаю, что мы на сегодняшний день работаем стабильно, нормально, выполняя те задачи, которые перед нами были поставлены. Евгений Анатольевич, а перед вами? Перед вашим подразделением? Перед нашим подразделением горнодобычной комплекс стоит. Что входит в горнодобычной комплекс? Это самый первый открытый карьер в 1957 году – это Соколовский карьер, затем Сарбайский карьер, Куржун-Кульский рудник, Алексеевский доломитовый рудник, это от нас на удаленном расстоянии находится, и плюс шахта Соколовская. Вот в этом, вот эти все подразделения входят в наш горнодобычной комплекс. Основными задачами нашими, которые сейчас на данный момент, на этот год стоят, это добыча железной руды в объеме 16 миллионов тонн по всему горнодобычному комплексу. Ну, амбиции наши – это мы поставили себе задачу на 17 миллионов тонн. Снижение себестоимости. И также в этом году мы сейчас на себя взяли обязательство – это выполнить горнокапитальные работы на Соколовском карьере в объеме 7 миллионов метров кубических. Евгений Анатольевич, а вот, знаете, давайте я хотела бы с вами поговорить о карьерной технике. Вот она вызывает восторг, особенно у тех, кто смотрит на нее со стороны, там, приезжаешь к вам, когда в командировку, видишь эти огромные машины, которые перевозят тонны грузов. А вот у сотрудников, вот тех, кто работает на этих машинах, вызывает ли она восторг? Какие новые машины планируется закупать? И насколько бережно к технике относятся ваши сотрудники? Ну, если взять на нашем горнодобычном комплексе, то у нас находятся автомобили грузоподъемности 90 тонн. Это катерпиллеры. Ну и также в Сарбайском карьере мы используем автомобили Хитачи. Это 63 тонну грузоподъемность. Да, в комплекс наш не входит, это АО Качар Руда. Там уже доходят автомобили грузоподъемностью 220 тонн и выемочное погрузочное оборудование 27 кубов. Это в Качарах. У нас же в Соколовском карьере есть ЭКГ-15. Это ижорские экскаваторы, которые мы всегда в ОССГПО использовали. Емкость у ковша 15 кубов. Ну, конечно, для наших сотрудников на таких машинах работать всегда мы встречаемся с ними, разговариваем. Их это удивляет. Особенно молодежь, которая приходит к нам сейчас. А насколько бережно они к ней относятся? К технике относятся очень бережно, если сказать. У нас мы проводим всегда обходы, ну, что касается экскаваторного оборудования. В том числе и я еженедельно прохожу, осматриваю. Где-то какие-то замечания есть. Ну, конечно, есть и по экскаваторному оборудованию. Есть и такие вещи, которые вообще супер даже относятся машинистам. Ну, конечно, есть и нерадивые сотрудники. Здесь мы с ними ведем работу, они потом справляются, конечно. Ну, и в таком ключе. Владимир Николаевич, и к вам вопрос. Подскажите, а насколько сотрудники вашего подразделения думают над тем, как повысить извлекаемость железа из руды? Я знаю, что эту тему даже обсуждали на встрече, на онлайн-встрече с акционером нашим, Александром Антоновичем Машкевичем. Вот как-то продвигается этот вопрос? Какие-то идеи, может быть, у них? Ну, вы знаете, мы сегодня, в общем-то, находимся на подъеме в части объема производства товара. Ну, начиная с 2014 года, 2014-2015 год, ну, и, наверное, вплоть до конца 2000 года, значит, вот этот период был кризисный. То есть, не было такой востребованности в железоорудном сырьях. Поэтому приходилось, в общем-то, экономить. На всем экономить. Ну, это правильно, такой период был. Сейчас, в общем-то, пошел подъем. И подъем неплохой. Поэтому надо восстанавливать оборудование. Вот, и закупать, менять, будем говорить, работающие сегодня, изношенные на более новое, более современное. Вот, поэтому на сегодняшний день у нас ряд программ, направленных на что? На увеличение объемов производства. Если мы раньше работали по объему производства концентрата в пределах 11-12 миллионов, 13 миллионов тонн, то сегодня стоит задача, вот на 2021 год 15 миллионов 200 – это по концентрату с фильтров, а вообще-то до обзадания до 15 миллионов 600 тысяч. Без замены оборудования и новшеств, значит, эту программу выполнить, в общем-то, сложно. Поэтому на сегодняшний день в работе программы по сухой магнитной сепарации, направленной на увеличение, извлечение, значит, металла из руды, значит, и повышение прироста, направленного на увеличение производительности, значит, секции мокрой магнитной сепарации. То есть здесь два направления. Одно направление – это выделение ценного компонента, и второе направление – это увеличение производительности, то есть объемов производства. Значит, ну, объемы производства, конкурентноспособность – это прибыль. Если предприятие прибыли не имеет, то это кусок металлолома. В общем, никому и не нужно. А так как у нас, в общем-то, коллектив нормальный, здоровый, вот, и считает, что все-таки предприятие – это кормилиц, потому что наше предприятие в городе Рудном, городообразующее предприятие, вот, поэтому и отношение, в общем-то, такое, как к кормильцы. Вот. Вот я бы, наверное, так ответил на этот вопрос. Но у нас, видите, не только эта программа по работе, значит, сухой магнитной сепарации, у нас еще и вопросы есть по производству концентрата, это мокрая магнитная сепарация. Это состояние оборудования. Хотел бы еще раз отметить этот момент. Значит, вот на сегодняшний день, при том, что оборудование старенькое, вот, мы стараемся выполнять такой напряженный план. Вот. И у нас в заделе сейчас программа по замене мельниц, приобретению сепараторов. Как раз вот речь идет о повышении качества и извлечении металла. Значит, вакуумфильтров, насосов. Ну, эта программа, в общем-то, большая. Главное понимать, ради чего это делается. Мы понимаем, знаем и делаем. А на ваш взгляд, такие проекты, как фабрика идей, ERG Way, да, которая стартовала на вашем предприятии, они помогут достичь вот всех этих целей, которые вы перечислилили? Ну, вы знаете, вот, что касается фабрика идей, сколько я работаю, я работаю, в общем-то, очень долго, так сказать. Вот. Все время предприятие ищет варианты, как повысить эффективность работы предприятия, производства. Значит, и эффективность не в целом, а ушко направленные, вот эти вот моменты решения проблем. Раньше в техническом отделе занимались целенаправленно этим вопросом. То есть, так называемый БРИС, это бюро по рационализации изобретательства. Было очень мощное положение на проведение этой работы. Но, тем не менее, эффективность была недостаточной. Поэтому, будем говорить, проводились такие мероприятия, как сбор предложений. Предложения набирали по месяцу до тысячи. Вот. И за каждое предложение, вот, раньше платили рубль. То есть, вот, за участие. Но тогда рубль был на нашей тенге перевести по 420-470 тенге, да? Целым состоянием, да? Целым состоянием. Вот. Потом, значит, в плановом порядке, допустим, каждой бригаде, каждому специалисту давали задание разработать, допустим, или подать какое-то предложение. Вот. Но все это работает не очень эффективно. Поэтому, я считаю, если нашли такой способ повышения эффективности, и эффект будет, ну, надо его развивать. Вот. Я просто хочу привести пример в этой части, чтобы было совершенно понятно, значит, о чем идет речь. Значит, когда волна сбора таких предложений была мощной, вот, я не помню, уже это было давно, значит, подготовили ряд предложений, мероприятий, посчитали экономический эффект, очень хороший экономический эффект, принесли директору тогда, значит, показали все это, он вызвал начальника отланового отдела и говорит, вот видишь, какую экономию принесли. Все увидели, конечно. Он говорит, сними с бюджета эти деньги. После этого количество предложений сократилось в 10 раз. Я о чем хочу сказать и подвести. Не количество важно, а эффективность от ценности каждого предложения. А для этого что нужно, на мой взгляд, развивать и интенсивно развивать? Двое направление. Одно направление – это центральная лаборатория, вот у нас, это мощное предприятие, научно-исследовательское, я бы так сказал, потому что база мощнейшая. И второе – автоматизация, трудоавтоматика. На ССГПО было целое управление и очень мощное, эффективно работающее. Вот эти вот два направления, я считаю, они могли бы дать мощнейший толчок в части раскрутки вопроса эффективности предложений, направленных на повышение или улучшение работы предприятия. Евгений Анатольевич, а у вас как, какие отношения у ваших сотрудников с фабрикой идеи? Ну, по фабрике идеи у нас с сотрудниками, я хочу сделать, вот допустим, мы сделали анализ по прошлому году, у нас порядка 1000-1200 идей за прошлый год только было по фабрике идей подано. Ну, как здесь, конечно, нельзя не отметить то, что идеи мы эти отсеиваем, мы собираемся ориентироваться раз в неделю со своими сотрудниками и смотрим, делаем экономический расчет и так далее. Да, есть у нас очень хорошие идеи, которые в прошлом году в горнодобычном комплексе мы, как говорится, ввели, и они сейчас работают. А можно пример? Да. Допустим, пример у нас получилась неплохая идея, это разработка восточного борта Сарбайского карьера, это очень хороший экономический эффект показал, плюс еще перестройка внутрикарьерного перегрузочного склада с горизонта 160 на горизонт 120, что в свою очередь дало нам хороший, очень большой эффект, это размещение скрышных скальных пород в Сарбайском карьере дополнительно, плюсом в карьере. Это вот самая такая идея. Ну, есть и молодые ребята, которые тоже хорошие идеи. Здесь у нас по шагающему экскаватору на Соколовском карьере тоже выдвинул молодой парень идеи у нас, специалист у нас. Это погрузка с шагающим экскаватором в железнодорожный транспорт и параллельно же грузит в автомобильный транспорт. Так как, чтобы время не проходило, пока состав железнодорожный идет на обмен порядка 30 минут, тут же сделали подъезд, и экскаватор грузит породу на автотранспорт. Ну, здесь, конечно, надо отметить то, что очень много идей, да. При рационализаторстве было одно, сейчас другое. И надо гнаться не за количеством, я считаю, а за качеством идей, и чтобы был хороший эффект. Владимир Николаевич, вот вы говорите, что вы давно уже очень много-много лет работаете на предприятии. А всегда ли деньги были лучшей мотивацией? Нет, вы знаете, вообще, я считаю, деньги получил, а они завтра закончились. Хотя это, да, это мотивация. Другое дело, когда твоя идея прошла, вот, и все об этом знают. Мало этого, тебя отметили не деньгами, а принародно. Вот, знаете, это стимулирует. Мало этого, это стимулирует не только того, кто идею подает, или того, кто разрабатывает какой-то новый проект. Это стимулирует еще и окружающих. Понимаете? Вот, это очень мощный стимул. Поэтому, я считаю, от него никогда нельзя отказываться. Кстати, при работе в коллективе, ведь личная беседа, или, будем говорить, вот в присутствии коллектива, допустим, отметили за хорошую работу, человек начинает расцветать. Понимаете? Вот, это очень мощный стимулирующий фактор. Хотя, в последнее время им пользуются очень редко. Но я хотел бы сказать, что вот этот фактор, значит, он очень сильно влияет на старое поколение. То есть, воспитанник, наверное, немножко другие. Ну, а молодежь, она уже начинает немножко по-другому думать. Основной стимул все-таки это средства. Но надо понимать, молодежь, это, что это семья, это заботы, это дети. Это как продолжение. Следующий вопрос, который вы зададите. Да, вы прям читаете мои мысли, Владимир Николаевич. Я по поводу дефицита кадров. Вы вообще сталкиваетесь с этой проблемой? Да, конечно. Как вы ее решаете? Особенно среди молодежи эта проблема, в общем-то, большая. В чем она заключается? Вот интерес, он и раньше был, и он остается. Вот, молодой человек, да? Вот, в конечном итоге это семья. Как бы ни крутили, это семья. Что такое семья? Семья – это дети. Что такое дети? И начинается. Это жилье, собственно, раз. Это обеспечение семьи, два. Это садик, три. И это времяпровождение, то есть быт, да? Вот, четыре. Вот. И вот исходя из этого, значит, вот эти проблемы, они раньше решались, в общем-то, намного лучше. А сейчас это происходит как? Проблема возникает. Значит, молодежь, она более мобильная. Сегодня тем более. Вот. Не устраивает, уволился, уехал. Он в Степногорск уехал, на вахту уехал, в Россию уехал. Вот. Правда, с такими поездками чаще всего семьи разваливаются сейчас какое-то время. Но в каком-то коротком промежутке времени эти проблемы решаются. Поэтому, когда ко мне приходят, пишут заявление на увольнение, я долго беседую, выясняю, что происходит, как происходит, что за семья, где живете и так далее, и так далее. И во многих случаях удается переубедить. Значит, потому что сегодняшний день, он не решает будущее. Вот. Но в этой части у нас предприятие сегодня обращает на их дела очень большое внимание. Я считаю, очень большое внимание. И решают проблемы молодежи. Ну, наверное, все-таки на сегодня этого недостаточно. Ну, вот вы предлагаете, как один из способов удержания кадров, это все-таки беседы, да, разговоры с ними? Нет, что вы, беседы – это возможность удержать человека, застабилизировать, снизить текучесть. То есть, это все направлено на производство. А вообще-то надо строить садики. Раз. Надо устраивать на работу жен и мужей. Два. Это семья, это, понимаете, это дело большое. Вот. Третья, ну, и где-то, может быть, помогать в части финансовой. В зависимости от ситуации в семье. Конечно, если человек этого заслуживает, работник этого заслуживает. И всем этим пользуемся. Евгений Анатольевич, а как у вас получается работать с кадрами? Бегут ли от вас люди? Если так рассудить, посмотреть, мы тоже, анализ я делал, текучесть кадров очень большая. Я сразу же скажу, что очень много, особенно молодых людей, приходят, устраиваются. Затем месяца три-четыре проходят, вроде бы и беседуем с ними, и разговариваем. Но большинство людей – это в связи с изменением места жительства. Мы разговариваем с ними, конечно, на эту тему. Ну, что еще у нас в городе здесь, почему так происходит? У нас было хорошее учебное училище номер один. В этом училище у нас обучались все профессии, которые есть, рабочие профессии. Это водитель автомобиля БелАЗ, машинист электровоза, дежурный по станции. Чтобы попасть туда на учебу в свое время, необходимо было на одно место порядка 8-9 человек было, даже на такие специальности. И там кадры были в свое время такие, что они сейчас до сих пор и работают у нас. И за счет них мы сейчас воспитываем молодежь, которая приходит, потому что у нас другого варианта сейчас нету, получается. Получается, училище закрыли? Да, училище в свое время было закрыто, и поэтому все сейчас взвалилось, грубо говоря, как бы на наши плечи. Поэтому сейчас молодежь, которая приходит, мы закрепляем за наставниками более опытными. У нас их, честно скажу, не так уж и много-то и осталось. И есть неплохие результаты, хочу сказать. Есть машинисты-экскаваторов, которые буквально за полтора-два года обучают, и он ничуть не уступает даже. Но это надо привести большие усилия, конечно. Вот это у нас больное место было. Сейчас, как бы говоря, нету кадров таких, которые воспитываются, как было училище. Ну вот обидно же, обучаешь, обучаешь молодого, да? Наставник год вкладывает в него, а потом человек легко срывается с места и уезжает. Да, здесь, конечно, вот допустим, особое мы чувствуем это на шахте. На шахте, потому что там не каждый сможет выдержать такую мужскую работу, как бы, шахтерам. В основном у нас идет по шахте техучести. А в комплексе, вот Сарбай, Соколовка, здесь, в принципе, все местные ребята, они... Тут у нас целые семейные, уже третье поколение даже работает. Семьи живут этими поколениями, уже дедушки их работали, ребят, бабушки. И они продолжают эти профессии. Евгений Анатольевич, а можно ли сказать, что дефицит кадров – это слабое место вашего производственного подразделения? План тот, который нам, он непростой. Непростой, как я уже говорил, мы хотим выйти на 17 миллионов тонн руды. Поэтому здесь без организованных и грамотных кадров у нас цель может достигнуться очень сложно. Я считаю, что да, здесь. Владимир Николаевич, а в чем и сила ваших цехов? Вы знаете, я бы начал с чего... Фабрики ССГПО – одни из первых в бывшем Союзе. Вот если взять цех по производству Саркатыша, это первая в Союзе фабрика. Раньше это была нашей гордостью, а сегодня это наша беда. Таких фабрик и такого оборудования нигде уже в мире нет. Нет. Поэтому здесь основной – это человеческий фактор. Это работа с людьми. Без этого здесь ничего не сделаешь. Численность промышленного кобеса – 2300 человек. Вот. И если не будет таких во взаимоотношении моментов, как взаимовыручка, взаимозаменяемость, сплоченности коллектива, работы не будет. И самое главное – веры в то, что предприятие работает и будет работать. Веры непосредственно в руководителя. И от руководителя сегодня, я имею в виду особенно линейного персонала, очень многое зависит от того, насколько находит контакт с той же бригадой или с участком, значит, зависит и работа всего предприятия. Поэтому я считаю, что вот это основной фактор в работе или сила нашей предприятия – это вот в работе в самом коллективе. То есть вот человеческий фактор у нас поднят очень на высокий уровень. Без него, без этого ничего не сделаешь. И как продолжение разговора о текучести, квалификации. И особенно здесь вот вопрос выходит, так сказать, и становится ключевым. Это вот линейный персонал, мастер, механик, электрик, тот, кто непосредственно работает с людьми. Вот Евгений Анатольевич правильно затронул тему о учебных заведениях. У нас на сегодняшний день это большая проблема. Но, видите, в жизни эти проблемы повторяются. Вот, допустим, в 1975 году была точно такая же проблема, связанная, значит, с линейным персоналом и связанная. Я сразу хочу здесь вопрос, так сказать, затронуть и обучение охране труда. Потому что, когда высокая текучесть, вот, этот вопрос тоже становится одним из главных. Вот как решали эти проблемы? Значит, в свое время была организована, по-моему, в 1975 или в 1976 году школа мастеров. Вот, почему-то сегодня этого нельзя организовать. Я вот сколько разговаривал. Значит, надо решать этот вопрос. Что она давала? Из лучших рабочих, бригадирского состава, отправляли в школу мастеров. И, по-моему, там 3-5 месяцев обучения. И право работы мастером, механиком, электриком. Ну, особенно вот мастеровой состав. Вот, это один момент. И второй момент. В магнитке была проблема, связанная с подготовкой в части охраны труда. Тоже голову ломали, искали пути решения ее. Для каждой специальности сделали, в конечном итоге, карманную книжку, так называемую книжка мастера, книжка мельника, книжка агломератчика, книжка доменщика, книжка машиниста-конвейера, где было полностью расписано все, начиная от перечня оборудования, характеристик оборудования и заканчивая всем перечнем вопросов по охране труда, которые человек должен, специалист или рабочий, должен знать. И они этот вопрос решили в течение полугодия. Каждый, выбрав минутку, даже на производстве, если она выдавалась, он вот эту свою книжку начинал читать. А бригадир подходил, задавал вопросы, мастер подходил, задавал вопросы, начальник подходил, задавал вопросы. В течение полугодия сняли проблемы. В течение трех-пяти лет сняли проблему по линейному персоналу. Я хочу сказать, что у нас народ, в общем-то, очень грамотный. И выбрать из бригадирского состава или старших рабочих, толковых ребят, особенно среди молодежи. Есть такая молодежь. Но в силу отсутствия образования движения вперед нет, поэтому они еще по этой причине ищут на стороне, значит, где можно продвинуться. Вот это направление, по-моему, в решении этой задачи. Вы сейчас затронули очень актуальную тему, которая стоит на предприятиях ERG, это безопасность. Один из способов решить ее вы уже дали. Это книжки всем выдать. А что еще? Ну, как надавить, я не знаю, как донести до людей о том, что жизнь и здоровье – это главная ценность? Что нужно... Вы правильно совершенно задали вопрос о ценности жизни. Человек, если пришел на производство, на работу, он должен вернуться с работы домой. А если происходит трагедия, трагедия и для семьи – это трагедия и для производства. Это же страшное дело, когда что-то происходит. Поэтому здесь, я считаю, однозначно единственный способ приведения в чувство и в порядок, так, как сегодня наводит порядок ДПС. Сегодня все пристегиваются в машине. Все. Раньше этого не было. Но почему? Потому что за ремень большие... Большие санкции. Поэтому другого пути просто нет. Можно разговаривать, многие понимают. До многих просто не доходят. Из десятого, из двадцатого раза. Поэтому единственный путь... Наказывать денег. Да. И существенно наказывать. Не просто поговорил или там... А наказывать так, чтобы это запомнилось надолго. Мало этого, чтобы это запомнилось жене нарушителя. Домой, когда приходит без зарплаты, вот она его точно там воспитает. Так тогда быстренько, еще быстрее чемоданы начнут собирать и уезжать. Нет, нет, нет. Что вы? В такой ситуации жена не отпустит. Заставит его соблюдать охрану труда. Все хорошо. Я надеюсь, руководство компании нас услышит. Евгений Анатольевич, еще такой вопрос хотела. Скажите, что бы вы хотели изменить в производственных процессах сегодня? Что вам мешает работать? Вопрос, конечно, очень интересный, хороший, на котором мы уже работали, в принципе, и думаем об этом. В производственных процессах, конечно, необходимо бы нам изменить. Мы вот уже, у нас введена система «Умный карьер», это на Качарском карьере производственная система «Ерджи-Вейт». Сейчас, в дальнейшем, в июле месяце, мы в комплексе также начнем введение этой системы, как я уже сказал, в июле месяце. И я думаю, мы уже посещали на Качарской площадке, как внедрялась система, все это смотрели. И будем обучать наших ребят этой данной системы. Я думаю, здесь мы найдем все узкие места в нашем производстве, которые существуют в наших процессах, которые влияют на добычу руды. Также в этом году у нас будет внедрение на Соколовской, Сарбайской, Куржункульской площадке система «Лейка», которая, это вот как в Качарах работает сейчас «Мадулар». Мы сразу, сейчас мы, как бы, да, разбираемся в всех наших процессах, где теряем производительность, где автомобили теряют скорость, где при добыче руды цикл экскаватора увеличен. Сейчас мы пока это видим только с большими минусами, с потерь, как можем наблюдать. Там уже мы будем отслеживать это более качественно. Я думаю, производительность всех процессов этих наших, порядка 10-15 процентов мы будем иметь. Ну, что еще нам изменить? Вот я считаю, вот эти два наших в этом году основных направления, которые мы обязаны внедрить, сделать. И к концу года мы, я думаю, увидим хороший эффект. Владимир Николаевич, а ваши коллеги, ваши сотрудники не боятся автоматизации процессов, роботизации, что однажды роботы могут заменить их, что они останутся без работы? Вообще, кто работает на фабричном комплексе, ничего не боится. Нашествие машин не боятся? Ну, вы знаете, в нашем конкретном случае, чтобы об этом говорить, надо построить новую фабрику. А вообще, даже на старой фабрике, я считаю, что вот на сегодняшний день, в таких условиях, в которых мы, в общем-то, оказались, в части, значит, вот высокой текучести, вот, и количество единиц оборудования, и вот человеческого фактора, в основном влияющего или сильно влияющего на производство, вот, это уровень автоматизации, вот, цифровизация, да, и мы в конечном итоге и это перешагнем, вот, Евгений Анатольевич совершенно прав, вопросов нет, а вот уровень автоматизации надо поднимать. Мы в начале, так сказать, века были, почти лидировали в этих делах по сравнению и со Сторинским ГОКом, и с Михайловским, особенно с Костомухшей, ну, Костомухшей – это последний запущенный комбинат в работу в 85-м году, современный комбинат, вот, ну, а Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, значит, мы их, в общем-то, где-то опережали, ну, а сегодня вот мы подотстали, надо догонять, вот, один момент и второй момент, я все-таки считаю, что вот на вопрос, что мешает работе, значит, если мешает что-то работе, мы устраняем, вот, вот, поэтому вопрос такой, а вот о завтрашнем дне, наверное, надо думать, то есть, вот, стратегия развития предприятия, значит, она должна быть, потому что, как бы там ни было, значит, у нас город Рудный, это, в Рудном ССГП, это градообразующее предприятие, поэтому, как бы там ни было, значит, между горожанами и особенно работниками предприятия всегда, в общем-то, заводится разговор о завтрашнем дне, значит, сколько будет работать комбинат, насколько хватит, значит, железорудного сырья, значит, железорудного сырья у нас достаточно, вот, насколько эффективно будет работать комбинат, сколько прибыли будет, сколько отчисляться в бюджет, как будет жить город Рудный, вот, поэтому вот стратегия должна быть все-таки четко выстроена. Чтобы у людей было понимание и уверенность в завтрашнем дне. Да, конечно, конечно, все на это направлено, вот, вот, по комбинату, или в комбинате, и город об этом знал, потому что пресса, ну, этот вопрос здорово раскурчивала, значит, с развитием технологической схемы, с выходом на производство уже товара с большей прибавочной стоимостью, вот, даже вообще разговоры ходили о запуске небольшого мини-металлургического предприятия с выходом на производство листового металла, штамповки и сборки автомобилей. Автомобиль-то намного дороже и приносит больше прибыли, чем концентраты и окатыши. Вот это вопрос. Владимир Николаевич, вот такой еще вопрос. Если мы там уйдем глубоко в историю, да, помним там БАМ, как строились, там поднимались молодые города, строились заводы. Вот что-то же людьми тогда двигало. Они жили, ну, если судить по фильмам, да, там, в одной комнате по 15 человек, но люди все равно как-то были более активны, более вовлечены, что ли, более сильнее, смелее. Почему сейчас, ну, как-то по-другому все? Ну, вы знаете... Вот такого азарта, почему нет такого азарта? Или то, что мы сейчас видим, это, ну, такая романтика, романтизированность? Ну, вы знаете, сегодня болезнь, наверное, всех государств. Идеология. То есть в этом была сила? Да, да. Вот нас воспитывали-то на Александре Матросове. Вы знаете, да? Конечно. Вот. А сейчас молодежь спросите, кто знает. Зоя Космодивьянская, да? Это была, да, это была моя героиня. А сегодня? Сегодня идеи, вернее, ценности сильно поменялись. Поэтому вот старое поколение, оно, в общем-то, я хочу сказать, что работает, тот, кто еще остался, работает с полной отдачей и ответственностью. Хорошо, что еще кое-кто остался и еще где-то воспитывает молодежь приходящую. Но уже сложнее намного. Вообще работать в сравнении с теми временами, работать, конечно, намного сложнее. А вообще у вас институт наставников хорошо развит? Молодежь прислушивается? В наших условиях, вот я и говорю, человеческий фактор – это главное у нас сегодня. Такой рычаг в работе предприятия, наверное, в целом комбинату. И без работы или без системы наставничества мы бы потеряли очень многое. У нас существует давно отработанная система. Пришельцы закрепляются, а закрепляющего спрашивается на всю катушку. То есть ответственность обоюдная. И он отвечает больше, чем вновь принято на работу. Сегодня молодежь-то не очень много-то и слушает. Она, наоборот, может многое дать? Нет. Такой взаимообмен. Ну, слушать как? На предприятии пришельцы, опыта не иметь. Вот давно работающий, допустим, человек прислушивается. Нельзя сказать, что молодежь у нас неуправляемая. Нормальная молодежь. Я, например, радуюсь тому, что у нас сегодня молодежь намного способная, будем говорить, продвинутая в части приспособленности к жизни. Понимаете? Вот приходит молодой человек, 17-18 лет, устраивается на работу. Начинаешь разговаривать. Первый вопрос, где ты работал? А он, оказывается, уже 3-4 года отработал. А какая семья? А семья, если 5-6 человек, он совершенно по-другому думает. А жениться собрался? А вот жениться не собрался, не собираюсь, пока не будет нормального обеспечения. И просто с ним поговоришь, так это в рассуждениях это дед. Раньше этого не было. Раньше, черт возьми, по распоряжению сюда приехал, квартира есть, на 10 лет все просчитать можно. А сегодня... И я считаю, что более приспособлены наши молодежи, приспособлены к жизни, чем мы старое поколение. Поэтому старое поколение держится за производство. А молодежь ищет, где лучше. Где лучше, да. Евгений Анатольевич? Но воспитанию поддается. Поддается, да. Евгений Анатольевич, а ваши молодые кадры поддаются воспитанию? Ну, так, если ответить на этот вопрос, да, у нас также здесь в комплексе мы занимаемся наставничеством, закрепляем молодого человека, который пришел, за более опытным сотрудником, который... И уже начинаем, у нас есть ряд людей, лиц, которые, ну, довольно-таки опытные, им уже предпенсионного возраста. И молодой человек, уже с ним спрашиваем, именно с этого сотрудника, который воспитывает Молдову. Ну, конечно, сейчас с молодежью, признаюсь честно, очень сложно работать, очень сложно работать, потому что, вот как Владимир Николаевич сказал, да, они более, ну, как сказать, они более, наверное, к жизни приспособлены. У них не интересует, вот как мы раньше устраивались на работу, да, мы держимся за нее, мы как бы переживаем, ну, у них более, как сказать, они могут поменять именно местоположение. Сегодня здесь, завтра там. Вот таких очень много молодых ребят. Ну, конечно, в том и заключается смысл руководителя, что ты отвечаешь за все. И, как говорится, ты должен человеку это все рассказать, доказать, показать все наши технологии, которые есть. Какое будущее его, во-первых, ожидает здесь, в городе Рудом, именно где находится наше градообразующее предприятие. Обеспечишь ли ты его жильем. Вопросов решается очень много, очень. Но у нас хорошо, что имеется дом молодого специалиста. Мы предлагаем молодому парню, не каждый же может приобрести квартиру, правильно? Мы расселяем его, помогаем. В течение нескольких лет он уже видит, что перспектива есть. И как ты, первый руководитель, это будешь организовать, это очень многое будет зависеть. Останется ли здесь молодежь или нет? Ну, как бы тут с молодежью работаем, работаем, и все будет нормально. Все люди воспитываются. То есть от вас, Евгений Анатольевич, это тоже зависит, да? Будут ли у нас молодые семьи? Конечно. Будут ли они здесь останутся или нет? Ты должен, грубо говоря, как в своей семье к нему относиться. Коллеги, вы знаете, прошлый год очень изменил нашу жизнь. COVID-19 так накрыл не только наши города, а нашу страну и вообще весь мир. Насколько изменилась жизнь, именно ваша рабочая жизнь с этой пандемией, с коронавирусом, с карантином? Что-то у вас изменилось? Ну, по нашему комплексу, по горнодобычному комплексу, допустим, да, год был непростым. Я уже говорил про это. Но, несмотря на эти все трудности, да, когда пандемия началась в марте месяца, мы все как бы не поняли, что произошло, как произошло это. Люди ушли на удаленку 80%. Приходишь на рабочее место, надо как-то оперативно решить вопросы. Да, сложности были. Но я считаю, что мы это все преодолели. На нашем предприятии довольно-таки все хорошо пошло. Во-первых, показатели выполнили. Сейчас в данный момент увеличиваем, наращиваем. Тоже на ряд высших объемов делаем. Поначалу страх нагнали. Мероприятия были разработаны, выполнялись. Маски одели. Руки начали мыть. Два метра соблюдаем. Сложности в чем? В том, что в ЭКС не всегда глаза в глаза решаешь вопросы. А так собрал за стол, напротив, сели, разобрались, все понятно. Друг друга начинаем понимать. В этой части поначалу были сложности. Нет, сейчас все нормально. А ваша жизнь вне работы изменилась как-то? До сих пор там маски, привычка постоянно мыть руки осталась? Наверное, не тот возраст, что боятся этого. Но все равно берегите себя. Евгений Анатольевич, а ваша жизнь как-то изменилась? Да, в принципе, я считаю, что не изменилась. Здесь скучно не бывает у нас. У нас такое производство, что не обращаешь на это внимания. Ну, честно. Я имею в виду дома. Дома как-то изменилась. Да, вне предприятия. И дети, и супруга, как бы уже, я смотрю, и вообще, и более стали чаще руки мыть, сказать. Ну и, конечно, заметно, да. Онлайн-школа, онлайн-обучение. Онлайн-обучение, да. Сейчас дети уже, уже ему говоришь, объясняешь, должен идти обучаться, чтобы с детьми заниматься. Это более такой, ну, человеческий, как бы, друг с другом, как мы общаемся в школах, всегда учились. Сейчас они уже сидят, нет, нам лучше на удаленке. Нам удаленка лучше. Им, видать, понравилось уже. Ну, считаю, это необходимо, чтобы, как Владимир Николаевич говорит, за стол посадил, уже поговорил, разошелся, и уже все будут задать, чтобы выполнить. Как бы так вот. Все-таки этот контакт должен быть, да, глаза в глаза? Должен, обязательно должен быть, потому что иначе, я думаю, что не есть хорошо такой. Коллеги, но постоянно говорить о работе тоже невозможно. Какая ваша жизнь вне ССГПО? Вообще она существует? Владимир Николаевич? Нет. У вас вся жизнь... Сколько лет вы уже отработали на предприятии, работаете на предприятии? 43 года. И не представляете свою жизнь без родного предприятия? Да, ну, я не знаю. Наверное, если брать директорский состав, это, наверное, в таком режиме все работают. Значит, суббота, воскресенье – это роскошь. Роскошь. Нет, это на все. Если не на производстве, что редко бывает, то на телефоне. Мало этого, еще и ночью два-три звонка. Поэтому тут говорить о чем-то другом уже не приходится. Что-то нормальный режим работы. У вас время на семью остается? Родные не обижаются? Дети взрослые. Жена работает в таком же режиме. В школе, значит, вот Евгений Анатольевич уже сказал, что такое удаленка. А что такое удаленка для учителя – это вообще трагедия. Значит, это двойная нагрузка. Вечером приходит, в 7-8 сработает. И потом до 2-х, до 3-х часов ночи готовится. Вот. Пол седьмого встала, там что-то подготовилась и на работу. На работе – это контакт. Сейчас же как, еще и по половине группы. Группа – одна половина на удаленке, одна половина в классе. Потому что больше 15 человек сажать нельзя. То есть получается, что и с одной половиной работать, с другой половиной работать. Поэтому нам некогда думать о чем-то другом. Об отдыхе некогда думать. Да, отдых. Работа и есть. Когда нормально, работа настроена, это лучший отдых. Отлично. Это хорошие слова. Евгений Анатольевич, а у вас хватает время на семью, на отдых? Ну, конечно, вопрос, да, интересный. Ну, честно сказать, если то, да, график, режим работы здесь не так уж и много. Я скажу сразу честно, что в основном все надо контролировать производство. Если где-то небольшой промах, да, что сразу же по оперативной ступеньке все это будет уже сказываться на наших дальнейших месячных, полугодовых, квартальных и так далее, годовых показателей. Ну, конечно, время есть даже заниматься и самообразованием, потому что не стоит все на месте. Все еще как бы впереди есть новые горизонты, как бы, поэтому самообразованием тут время выбираешь. Конечно, но, конечно, не так, как много хотелось бы, но находим выходы и занимаемся этим вопросом. Владимир Николаевич, а вы себе готовите замену? У каждого же руководителя должен быть какой-то кадровый резерв. Я уже подготовил и представил, и сказал, если завтра выгоните, есть стопроцентная замена. Все, без замены нельзя, без резерва нельзя жить. Если человек не готовит себе резерв и замену, такого человека надо просто отодвигать. То есть конкуренция не боится? Должно быть взаимозаменение. Незаменимых людей, во-первых, нет. А во-вторых, что такое бояться конкуренции? Если боишься конкуренции, значит, ну, что ты из себя представляешь? Тогда ничего не представляешь просто из себя, если ты боишься этого. Нет. Да и бояться уже можно-то. Евгений Анатольевич, а вы подготовили себе свой кадровый резерв? Конечно. В первую очередь над этим мы работаем, чтобы сзади был тыл, который обучается и который в любое время может прийти на ваше место, ну, на мое, как бы говорится, и с достоинством так же продолжать работу. Безусловно. Коллеги, скажите, в евразийской группе у ERG есть пять ценностей. А какая из них ближе вот вам? Ну, я считаю, что, скорее всего, не скорее всего даже сказать, а безопасность прежде всего. Я как руководитель считаю, что человек, который пришел на работу, да, он должен идти таким же в семью, как пришел работать, чтобы не было никаких проблем. Поэтому безопасность, это, я считаю, из всех наших ценностей, которые есть, она должна однозначно стоять на первом месте, а потом уже все наши остальные показатели, которые есть. Владимир Николаевич, а вам какая ценность ближе? Не знаете, я все-таки считаю, что все-таки это командная работа, работа команды, то есть единство. Когда есть понимание, есть нормальное взаимоотношение, есть настрой на выполнение задач, но охрана труда и производство – это задачи для выполнения всем коллективом. Поэтому, если коллектив настроен, если есть команда, то тогда, в принципе, все задачи решаются. Есть шероховатость, есть где-то какие-то, на первый взгляд, неразрешимые вопросы, но если есть команда, все разрешается. И все, в принципе, решается, все прогнозируется. А прогноз для производства на завтра, на послезавтра, на неделю, на месяц, на год он должен быть обязательно. Если команды нет, то о каком прогнозе можно говорить вообще? Если команды нет, ну как заставить всю пирамиду работать на выполнение какой-то задачи? Ну, например, той же задачи по охране труда. Охрана труда – да, это вопрос, главнейший вопрос. Но если нет команды, просто не разорвешься, чтобы решить эту право. Ну и последний мой вопрос. Какой совет вы можете дать евразийцам, нашим коллегам? Это вопрос ко мне? Да, Владимир Николаевич. Вы знаете, вот сколько мы говорим, и говорим, что появляются или есть проблемы, которые решаются. Но для решения всех проблем необходимо время. Упущенное время уже не вернешь. Поэтому я хочу сказать, что для всех цените и берегите время, потому что его вернуть невозможно. Спасибо. Евгений Анатольевич, у вас какой совет будет евразийцам? Мой совет для евразийцев, я хочу сказать, что вкратце – это только идти вперед, и все, наладится, все будет лучше. Программа с вкрата Программа с вкрата Программа с вкрата Эти怎麼了 Продолжение следует...